I have ways of blowing things off. а сейчас я решил их все закинуть думаю нафиг раскачал один силы еще один техники у них стало по 10 также закинул в реакцию в реакции я нашел такую штуку клинки у нас были раскачаны на 6 и реакции у нас было 6 и здесь было написано максимальный уровень то есть оружие с данной категории не будет прокачиваться не будет прокачивать уровень выше чем уровень данной характеристики это немножко печально ладно вкачал здесь расход выносливости нет то у меня по моему было показатель брони увеличивается при движении на 30 процентов было на 15 вот сюда один закинул тут ну в общем посмотрел еще что по клинковым уж куда можно закинуть таких прям интересных интересных навыков куда хочется вложиться до чего хочется дойти но как-то нету я не вижу успешная контратака из блока но я не блокирую я не делаю контратаки я просто иду рублю всех поэтому такое кровотечение на 3 секунды ну блин уклонение восстанавливается после уклони восстанавливаться 15 процентов выносливости все дела ну такое себе причем на клинки тут есть еще хотя бы более-менее адекватные вещи такие как расход выносливости уменьшается и урон повышается на остальных оружия кроме того что стрелковое оружие здесь в большей части они бесполезны навыки на них такие себе при стрельбе из пистолетов по врагам еще уровень здоровья ниже 20 процентов увеличить на 50 процентов столько столько но столько всяких условностей столько всего но я не знаю что должно сработать винтовки у меня видите тоже вообще не прокачаны но смотрите урон при стрельбе из винтовок пистолетов пулеметов увеличивается на 3 процента 3 карл 3 процента то есть идешь клинки и вот здесь скорость атаки клинковым оружием повышается на 10 20 30 процентов повышение атаки на 10 процентов это офигительное повышение дпс тут урон увеличивается на 3 процента вы издеваетесь что такое 3 процента вообще в общем большинство скиллов здесь они такие трешовенькие вот тут пассивные хорошие в атлетику там где вот грузоподъемность пассивное восстановление здоровья увеличение здоровья на 30 процентов запас выносливости увеличивается давайте можно еще сюда вот кинуть но все равно рукопашным оружием сейчас владеем пусть у нас выносливости побольше будет 10 процентов еще тоже хорошо и так по снаряжению но так вот уж лёпский сейчас выглядит наш чувак чуть менее ушлёпский чуть чуть менее ушлёпский чем в прошлый раз но все-таки винтовку от этого меня с собой ну чисто что было на самом деле посмотрите dps катаны 615 и вот винтовок револьверов причем проблема у нас основная заключается вот в чем для того чтобы качать оружие нужно определенные компоненты поэтому белое оружие теоретически вкачивать проще в него компонентов надо меньше но фиолетовое и оранжевое оружие она дает больше всяких крутых бонусов это например револьвер джонни малориан который дает термический урон мы сейчас в принципе ходим с револьвером джонни который был в его в его флешбеках и у нас сколько у нас к пашке я не знаю но у нас около 400 х пашки то сейчас мы в принципе довольно похожи на джонни из его флешбеков по нашему составляющему по оружию и по физическим данным брат и сестра пойдем я не знаю что она здесь ждет посмотрим что нам предложит как мы сможем договориться или сможем возможность для чего чтобы рассказать мне план вот это место нам знакомо уже да не делайте из меня дурака в день парада у вас так и мурой кажется он был план тем не менее от него очень быстро ничего не осталось но с тобой то поговорили таки мы добрались тебя похитили в смысле от плана ничего не осталось потому что иногда нужно смотреть правде в глаза в тот день я так и поступила благодаря тебе ты выглядишь как честный человек я чешу ворда управления разаки мне просто встать перед ними с оружием на готове то есть если мои чары не подействует перейдем к другим методом понимаю к чему вы клоните пока не понимаешь как и все они ты что-то замышляешь ты ведешь какую-то свою игру кстати я вот проводил все эти манипуляции по замене по прокачке идем буквально сразу после самых ревностно охраняемых секретов после прошлой записи подождите это же кабинет такой же как в токийской штаб-квартире и как во всех прочих офисах арасаки на планете во всех деталях и мелочах чтобы он мог ориентироваться даже вслепую такой уж он человек придирчивый я теряю время был прошу прощения вы хотели сказать был он жив символы никогда так просто не исчезает вы его сохранили вопрос в том насколько лидеры фракции будут верные ценности марасаки и хватит ли у них смелости признать свою ну так что 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 ну так что мои показания ничего не стоит то есть вероятность наливая оба эти ответа буквально одинаковые зачем остановились да да все отлично разве на это есть шансы больше чем кажется идем блин чуваки если сабуру не окажется живым в одном из этих чипов каких-то там экспериментальных то это будет такой огромный облажала вас со сценарической точки зрения но сюжетный по крайней мере у вас есть человеке вниз и я же говорила то есть кожи тупок мекоши находится под 1 к мы выпустим туда эту альтаб мы придем на заседание нам нужно сделать кое-что еще выпустить альтаб у меня есть смутное ощущение что вы чего-то не договаривай на есть такое потому что я чего-то не договариваю проявляю осторожность я думал мы доверяем друг другу у меня был план и я его придерживался договариваю именно поэтому ты здесь хотя в тот раз когда вы меня похитили я посоветовала с ним с кем собора здесь он жив вот все наконец-то мои предсказания сбылись они все-таки он еще и собственный мозг копировал понятно блин ну это было настолько ожидаемо я я просто опасался что они не воспользуются этим ходом это было настолько ожидаемо то есть если они копировали silver hand а понятно что они своего босса копируют но он сам себя тоже его разработка была для него ничего для себе так плечу ты удивляешься это было логично у меня не хватает ладно так мы договорились стоит это 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 могли предупредить мы это и так знали о чем тебя предупреждать погоди я просто предполагал ну как бы я знал что его создание будет скопировано я просто предполагал что он к нам явится уже в теле какого-нибудь и киборга или трупа или чего-нибудь что ему уже подберут физическую оболочку ну в принципе вот так какая разница зачем я здесь зачем я здесь серьезно скорее лично они глазами глаз только нет да пазал шта да пазал шта да вот так благодарности недостаточно джонни хорби хитающего чем био и су хорби миру от вас она вот у сама сама так это все мы можем идти уже пойдемте уже понятно что батина грамма ну то есть как-то меня это просто осенило наверное когда это произошло середине игры вы помните эту серию краем что что типа обладая такими технологиями к тому же хельман нам говорил что этот проект разрабатывался специально для собора то есть он предполагал что он когда-нибудь откинь коньки чувак был старым и он понимал что он не сможет жить вечно даже со всеми технологиями медицины и выдержишь а у меня что есть другие варианты 345 жизнь не успокоюсь когда все это кончится впереди самое трудное ты сейчас поставишь собору на поболтать перед советом то есть я не знаю насколько они верны именно мне а насколько моим деньгам в вашем случае это одно и то же ты всегда до боли искренне поэтому я и здесь ящичек для остался не держал зачем главное чтобы они стреляли в нужную сторону да но только в крайнем случае когда совет директоров решит что мы несем полную чушь есть а можно обойтись без финальной драки блин было бы круто если бы мы могли художду тогда их тоже надо будет нейтрализовать держи оружие наготове и ничего не говори пока я не попрошу чтобы не случилось но сохранили меня я могу сам сохранится круто я же не в бою точно чуть-чуть я просто к и на самом деле же говорю мне было неделя подумать о том если вдруг мне дадут выбрать того хочу оставить живых джонни и леви я сомневался потому что слишком много обеих жизни на мой взгляд недостойны для того чтобы оставаться если получится я бы убил их обои на самом деле вам всем ханака мой брат он сказал чтобы начинали без него тогда без него и начнем начнем что но smash рву если вдруг будет финальный босс это будет smash корпорация простите я не ослышался что вы делаете вы не можете может объяснить и нам что происходит ты сядешь здесь я не позволю вытирать об себя ноги позволить вас все ждут где я должен сесть а вон вместо этого чувака извините я не знаю кто ты извини большое спасибо так одного чувака мы уже унизили если чем убил мы его отца и воспользовался его смертью чтобы развязать свою войну и вы знали об этом все вы потрясающе что говоришь именно это все слова может есть и доказательства они все выглядят как шалупонь с улицы какая-то я привела очевидца так и было все правда я видел это своими глазами видел что юринобу при мне задушил отца собора аросаку все интереснее и интереснее но они не поверят врубай субару на голословные как в смысле голословные свидетельцы слов недостаточно возможно вас убедит мой отец ты дышишь ты дышишь ты дышишь это я сразу и аросако сама и это это должно нас убедить дешевый фокус кстати про милитех где тёлка из милитеха чувак как на место поставили а джейсом что нам теперь делать возражение да что тут происходит похоже я буса возражать ну и сюда идет этот блокировку значит вот как ты решила проблему ханака заперла нас здесь чтобы мы перегрызлись как крыси в клетке что это сколько еще уличных попрошает ты сюда привела смешок просто автоматчики но мы поговорили синие пушки нейтрализовать нужно прикрытие вот я буду собирать ну что я все равно буду разбирать всякую шнягу ну чё всех инвесторов потихонечку грохнули живым после всего этого он мой брат если ты тронешь его хоть пальцем наш договор потеряет силу и возьми на сайт честно скажу я тебе не завидую до свидания чувак ну стомпер успокойся нужно двигаться у меня же в движении 30 процентов брони какие-то чувачки перекачаны безголовые я со стомпера ничего собрать не могу ну-ка а что-то могу ладно меня кто-то видит где где ты чем меня так рубят чем меня так рубят я спрашиваю так но аптечек мне по идее должно хватить если чё еще на крафчу а зачем я сюда иду мне же по идее вообще не сюда это типа у них тут вместо спауна или чё это о пулемет какой-то это меня так из пулемета раскрошили погодите вы мне хотите сказать что эта штука мне заменила она не заменила это это внешний пулемет все я понял давайте заберу потом выкину его давно я в играх не видел внешнего пулемета ну вот такого вот чтобы вот этот зеленый лют где а он упал спасибо чувак наверное кстати вот вот эти все пулеметы которые здесь есть можно было использовать вот таким вот образом ладно так наверх встречу их пулеметом 300 патронов у меня есть потом выкину эту штуку и пойду дальше с катаной машина не могу сюда вызвать такси на двадцать восьмой этаж пожалуйста вот кстати из этого пулемета мне неплохо так расшатали все остальное но остальные чуваки мне ничего не смогли сделать из этого пулемета мне даже пришлось лечиться неплохо мне кстати 76 гранат и мы можем это будет атриум или ими можно курица на рожьи мне сказали что на этом этаже идет бой как него выкинуть как него выкинуть вот так поехали я стал медленным с ним и она не надо оба отходим лечебный эффект минус голова у меня проблема ну то есть вы видели дэмэдж из пулемета и дэмэдж катаны блин сколько я одного чувака из пулемета расфигаривал и сколько мне времени понадобилось на то чтобы катаны разобраться ты живой что он даже не стреляет по мне просто заныкался в углу пожалуйста не трогайте меня офигеть чувак такой нет пистолет подобрать не могу спасибо так а ты кто сеть сообщение кстати что по сообщению блокировка кто-нибудь знает почему блокирует создание какие-то внезапные учения аарон это не учение на директор сказал это же стрельба прячься 48 этажа началось где охрана я закрылся в офисе пришли кого-нибудь вечная молодость так ладно это реклама сейчас попробуем ой там еще кто то есть те где где наверху чья-то туша полетела а вот эта камера на до свидания тут можно было это все типа простылсить все дела ну блин камон кому нужен стелс когда есть катана да это был кухонный нож причем кухонный нож это было только предисловие холодное оружие здесь настолько имбовое настолько непропорционально крутое ну не то чтобы оно крутое здесь посторонние хорошо еще одна лестница будет на другой стороне о привет чувак пронесем большие потери несите несите вам помочь давайте я помогу нести хоп 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 все договорились нормально не 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 чертова стекло мне как г exploit дроны что ли а фиолетовый лут ууууух вы видели так фиолетовый лут До компоненты Где ты? А, вот ты Извини, не заметил тебя Из дрона фиолетовый лутецкий падает Это круто Так, мы восстановились Можно идти дальше В бою А, я перегружен Погоди, погодите, ребят Мне нужно, это Персонаж О, у меня тут есть биты, серьезно До свидания Есть автомат получше 231, ну не такой уж он и лучше Дробаш Блин, понасобирал у вас всякого Говна тут Может поставить его Да не, пофиг Давайте я поразбираю все это сейчас по-баренькому Вряд ли мне что-то из этого понадобится Поразбираю чисто Исключительно для этих Для компонентов Чем могу сюда поставить В принципе, мне сюда так-то ничего не надо Но я могу сюда поставить, допустим, прицел Дальность, время прицеливания Я могу сюда поставить Стрикс Ствол Позволяет носить двукратный урон При скрытной атаке Глушитель повышает вероятность 30 Ну давайте вот этот Пофиг на него И имплант Отключает своему действию Нет, мне не надо Дело этого не смертельным Ладно Все, я готов Поехали веселиться О, привет, чувак Подкрался ко мне такой Оп Боньк Нормально А вот у вас не было фиолета У тебя был какой-то компонент хороший Ой, спасибо Легендарный какой-то Легендарный компонент А это не значит ли случайно Да какие вот киберимпланты Снаряжение Карта Нет, погодите, погодите А, создания у меня сейчас нету Жаль Боньк Пистолет Ну вот, короче, наше главное оружие Опа Минус А тут еще камера Я сняла блокировку Дальше, ладно Будь осторожен И в 5 у меня нету, ладно Скорее всего Люди Юри Ногу уже ждут Да-да, я их тоже жду Я присоединюсь к тебе Когда ситуация нормализуется Поехали 2067 год Телохранители Зарасаки Заслоняют императора Японии От були убийцы 2071 год А телека нету? Служба безопасности Арасаки Предотвращает массовые беспорядки В Сан-Франциско Уничтожение Неплохо 2074 год Служба разведки Арасаки Ликвидирует группу О, я могу Во-во-во Улучшение Улучшение А, у меня не хватает Чаще фиолетовых компонентов Идите вы нафиг Блин, жаль Зато я могу улучшить Золотыми Ну, блин Тут фиолетовые тоже Давайте я улучшу Эту штуку У меня вот С фиолетовыми компонентами Проблема, да То есть Даже золотых у меня Относительно много Но вы Доступны очки Способности? Серьезно? А, где у нас там было Клинки? Не клинки? Погодите А, может в Атлетике Это было? Вот, увеличивает Запасы на сольстве Увеличен Да, давайте еще Вот это вот качнем До конца В 5 В Рио-де-Жанейро Но оно работает не так Как револьвер Джонни А, мне Мне это Нетранер Начал помогать Все, поехали Попал Охранники вне игры Впереди большое помещение Мой брат поставил там лучших людей Вы знаете, что делать А мои нетранеры разобрались дверьми Можете идти дальше Тут где-то синий лутецкий был Вот у этого чувака Нет, у этого Мне бы фиолетовый лутецкий Так, ты по-хорошему Ребят Зеленый? Что тут зеленого есть? Хе-хе Ладно Ну хорош Джонни Отвали нафиг О, Смэшер Ха-ха-ха Смэшер Привет, лошара Адам Смэшер Я бы так и знал Так я здесь Ну иди сюда Че ты линяешь от меня Лошарый кусок Да ну иди сюда Кого ты там выслеживать собрался Железняка калечная Что скажешь, Джонни? Я уделал эту Кучу металлолома Ну как тебе, Джонни? Это за тебя Это финальный босс, ребят, да Я у него отобрал этот пулемет Какой-то Невидимый Ладно Ну собственно, как и все босс-файты В этой игре Оно прошло вот так Сейчас, минуту снаряжения Так Разбираем, 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 разбираем Разбираем Это все говно Все нормально, все хорошо Средний уровень сложности Средний уровень сложности, ребят, погодите Настройки Управление Средний уровень сложности Средний, Карл Вы видели Какой огнестрельный ущерб я наношу Какой огнестрельный урон До этого я вот пытался стрелять из револьвера Джонни У него довольно-таки хороший ДПС То есть, какой у него там был 2077 Это довольно неплохой ДПС Ну так-то по-хорошему Вы видели, сколько мне нужно было стрелять Чтобы получить хоть что-то Хоть какой-то результат Ну то есть Это оружие абсолютно бесполезно Так, это я посмотрел Это я посмотрел Есть что-то новое? Да, в принципе, нет Все то же самое Это все можно поразбирать А, это я не могу разобрать Нарасаковские шмотки Бронька 87 Все то же самое Ничего нового я не найду, наверное, уже Хотя нет, штанчики получше Спасибо У кого-то штаны последние отобрал И ботиночки получше Тоже хорошо Такое же, на самом деле Вся эта броня Все это Просто берешь тупо Это холодное оружие Выкачиваешь его И все Я почти Никто тебе ничего сделать не может Пришел Я тоже Помню Причинять ему вред Запрещено Можно я ему руки и ноги отрублю? Он живой останется Честно Оставлю Эту честь вам А, F5 работает, кстати Привет, чувак У жестоких забав Жестокий конец Ну, как бы Это ты начал Если че Ты? Папа, и нюхаешь цветы Где моя сестра? Сестра, говоришь Которую Чуть не грохнули твои люди Я отвез ее к себе Чтобы уберечь Я защищал ее Если ей что и угрожало То по твоей вине Не по моей Где она? У меня личных счетов с этим чуваком нету Скоро Будет здесь Мне велели За тобой приглядывать Так что давай без фокусов Каких фокусов? Смешер вообще тряпка оказалась Я все испробовал Все до единого Это нужно было сразу сделать А это Тебе не нужно В нем одна пуля И она не для тебя Вот Что ты видишь? Того, кто проиграл Кто проиграл? Одного? Ну, как бы Я тоже не победитель Я согласен Киото Дубай Париж У них был шанс На что? Он упущен Шанс Шанс на что? Забыть свой страх Ну, типа вот эти Чипы пустить в разработку Ты что? Совсем сбрендил? Исподентил Это словечко Страх С тех пор, как себя помню В одном ему нельзя отказать Он знал Как вызывать страх в людях Собура Собару, да Однажды он мне сказал Любая ценность Это лишь флаг на ветру А ветер Это страх А потом он Тихонько Думал мне в лицо Тогда он ошибся В первый раз А впрочем Это работало Его боялись И боятся До сих пор Этих клубцов Испугал Мертвый дед Из коробки Мерзость Если бы не ты Я бы все это изменил Нет, чувак Ты бы ничего не изменил Вот тут я с тобой не согласен Чего бы ты Не изменил Ты такой же, как он Хочешь Тут я согласен Только власти Власти? Правда Власти Ну тогда чего? Нет, объясни мне Давай поговорим Я делюсь Лично Лично неприятное Мне нет 50 лет назад террористы Взорвали это здание Да Я слышал И? Что это дало? Немного Ничего Ну да Если мало взрывать бомбы Что остается? Самому стать бомбой Это ты к чему сейчас? Погоди Ханако О, слышу каблуки Ты же живой Вставай А толку мне на них? Пойдем Вставай У них тут свои проблемы Идем Посмотрим, что с тобой У них тут семейная драма По сути, достаточно сильным Чтобы управлять Все вот этой вот Махиной Аросаки Был только Сабуру Потому что вот эти две сопли Они слюнтяи Судьба Ветреная дама Правда? Да В каком смысле? Всю свою жизнь С чем-то борешься А потом Становишься этим Самым Чем-то В прямом смысле Я говорю Что по-моему Правильная концовка Это была бы Смерть Ви? Игра Постепенно Приводит нас К пониманию Того Что Джонни Был неправ В своей оценке Вещей И Ви был неправ В своей оценке Вещей И честно говоря Правильной концовкой Была бы Смерть их обоих В любом случае Мы В Микоши Я вот эту Не понимаю Фишку С Альтаб Она говорит Приведите меня В Микоши И это задание На томе Закончилось Все Баба Из Милитеха Ставт Мередит Ставт Или как ее Она у нас Второй раз Появилась Для того Чтобы в мотеле Поразвлечься И она исчезла Все Ну то есть Много таких вещей Которые Все получилось Джонни Ханака Не обманула Вот смотрю я на тебя И вспоминаю Как мы встретились И до сих пор Вижу перед собой Все того же Дешевого Ну это Токим И он И остался Я же говорю Ничего не Изменились Хоть сейчас Нанавист И себя Как мудак Господи Хоть сейчас Не веди себя Как мудак Ты сейчас Мне кое-кого Напомнил Тебя Самому Джонни Тоже мог С легкостью Предать Любому Ему в принципе Сбору Сколько Сколько Время Перевод Денег Мне все Деньги Забрали Прикольно Что ты хочешь Им сказать Не знаю О чем Так я тебе Объясню Давай Давай Чип перемешал Не только Наши воспоминания Граница Разделявшая Ви и Джонни Уже давно Так сказать Стерлась Я еще тут Если что Я знаю Кто я такой И чего хочу Я Я Я А кто Этот я Ты сам Ты знаешь Такой вопрос Кстати Неплохой Уставший Печальный Человек Вот Кто я Теперь Человек Который Добился Своего Ты этого Добивался Серьезно Так Тот живи Который Умер На свалке Который Решил Не умирать Это все Пафосные Речи Вот Это Нет Не знаю Я теряюсь Когда об этом Думаю Я чувствую Себя Сильным Но Думать По-нормальному Не получается Что ты чувствуешь Горечь Наверное И грусть И разочарование Я знаю Я не чувствую Никакой горечи Ни грусти Нас теперь не разделить Ты и я Одно целое Если ты решил Мне что-то сказать Значит Тебе самому Важно Это услышать Я не буду С ним болтать Как раньше Пришло Время Попрощаться Вот Наши пути Расходятся Джонни Я просто Хочу попрощаться Джонни Я лежу В операционной Хирурги Аросаки В эту минуту Вынимают Из меня Чип Ты же знал Что этим Кончится Знал Что придет День Когда я снова Захочу жить Своей Нормальной Жизнью Да не будет Никакой Нормальной Жизни У тебя не было Нормальной Жизнью А не просто Сейчас Вырежут Кусок Из нас И эта Пустота Останется Уже Навсегда Да хорош Заливать Нет никаких Нас Нет никаких Нас Я Ви Ты Джонни Сильверхенд Ты Блять Вообще Конструкт Ты хочешь Отречься От самого Себя От того Кем ты Стал Что Блин Нет разницы Продал ты Дьяволу Всю душу Или только Кусочек Ты Больше Не ты Если тебя парит Что ты снова Угодишь В тюрьму Аросаки То не переживай Тебя просто Сотру Ты не понимаешь Что ли Дело не в Аросаке И даже не в жизни И смерти А хорош Это ты не понимаешь По моему Это ты ничего Не понимаешь Ты всегда Болтался Как неприкаин Тебя бесило Когда твои Знакомые Чего-то Достигали В жизни Альт Пестия Керри Все Времена Изменились И я тоже Чувак Ты деструктивный Урод Тебя надо Изолировать От общества Мало того Что сам Хочешь Сдохнуть Так и всех Остальных За собой Тащишь Только Со мной Это не Прокатит У меня Вся Жизнь Впереди А чего Стоит Такая Согласен Жизнь Ви Вообще Ничего Не стоит Прощай Поговорили И хватит Прощай Джонни Ты там Говорил Что просто Уйдешь В нужный Момент Уходи У нас Нету Красивой Концовки Где Ну по крайней Мере Я ее Не увидел Помнишь Декс Тебя Спросил Тихая Жизнь Или Лучи Славы Декс Был уродом Излечен Жаль Что ты Выбрал Неправильно Очень Жаль Давай Давай Ходу Отсюда К тому же Многие функции Мозга Еще не Восстановились Нервные импульсы Перенаправлены На нейропроцессор Это временная Мера Когда мне Ждать Полный Отчет Я Вышлю его В конце Этой Недели Еще раз Поздравляю С успешной Операцией До свидания Она Выглядит Как Ханака Та же Моделька Где Что-то Спарить Как я тут Оказался Некоторые Воспоминания Утрачены Какие-то Потом Вернуться Вам Нельзя Нервничать Нейропроцессор Так Перегружен Любые Стрессовые Реакции Похоже На Ханаку Оно Что Я жив Я жив Я реально Жив Получилось Мы сможем Убедиться Лишь по Окончании Обследования Я хочу Выпустите Меня Пожалуйста Выведите Пациента Фишка В том Что они Могут Сейчас Его Продолжить Держать Как Подопытного Кровника Это Было Бо Пожалуй Не очень Не очень Удаление Опухолей Проходило Сложно Труднее Всего Далась Операция На Пойдемте Будет ли Корабль Тесея Разбитый Собранный Заново Тем Жес Пожалуйста Вы Видите Пациента Будет Ли Корабль Тесея Разбитый Собранный Заново Тем Жес Самым Кораблем Мы Первые Кому Удалось Разделить Психически Взаимосвязанных Близнецов Похоже Даже Человеческая Душа Поддается Скальпелем Конец А это Она Однодиктовывала Для своего Дневника Мы Че В космосе Даже В Киоту Блину По-моему В космосе Да После Песни Кукушки Даже В Киоту Моя Комнатка Наверное Пожалуйста Отдохните Скоро К вам Придет Доктор Выйти отсюда Конечно Не могу Лечь спать Но это Понятно Мне Кажется Одиссея Имя Скажи нам Каким тебя Мать и отец Называли Вместе Со всеми Кто в городе Жил И в круг Города Так же Нет никого Совершенно Как только На свет Он родил Нет никого Совершенно Как только На свет Он родится Средь Ну это Это кусок Из Одиссеи То есть Еще на Том Языке На первоначальном Это перевод Конечно Но Ну Гомер Да Можете Почитать Ребят Ну это Довольно Тяжелое Чтиво У меня Сканер Остался А А как У меня Сканер Остался Система Предотвращения Лечения Травм Мозга Одиссея Можно было Наверное Просканировать До того Как она Ну и Как я Выгляжу Да Все Так же Не Очень Хорошо Лечь Спать Хорошо Далеко От дома Я реально Считаю Что мы Сейчас Черт побери В космосе Мне кажется И Ну ладно То есть Мое Предположение То что Из Ви Сейчас Сделают Подобного Кролика Иди Нафиг Джонни Я Тебя Жду Это Опять Психоделическая Фигня Какая Это Сейчас Будет Космос О Не Это Уже Глюки Это Глюки Это Нормально Ох ты Красиво. Вот это красивое наказание. Они выколупали его мозг и закинули туда Сабуру. Не то что выколупали, они просто поместили ему в голову конструкцию, более продвинутую модель чипа, которая смогла быстрее обезвредить Юринобу внутри. Сознание Юринобу убить, погасить и превратить его в Сабуру. Сабуру Саму. Пожалуйста, приготовьтесь, мы скоро начнем. А как же доброе утро? Или у меня хорошие новости? Сегодня по плану серия исследований. Следуйте указаниям. Исследование теменной доли. Пожалуйста, включите сканер Кироши и прочитайте текст. Разные души выбирали себе ту или иную жизнь. Смотреть на это было жалко, смешно и странно. Достаточно. Проверка когнитивных функций. Это головоломка. Почему каждый раз мне кликать нужно? Ну пусть он соберет уже ее и все. Интересно, сколько я здесь уже времени? Может уже несколько месяцев, кстати. Кто же знает? Пожалуйста, подключитесь к устройству. Тест на создание представлений высшего порядка. Пациент готов к обследованию. Что эти тесты должны тестировать? Запуск настройки устройства. Называйте ассоциации со словами. Говорите первое, что придет в голову, не задумываясь. Путешествие. Одиссее. Дом. Город. Джонни, Джонни везде. Враг. Смерть. Принципы. Город. Город. Предательство. Принципы. Я не знаю, это вообще влияет на что-то. Вы на кукурузном поле. Ой, блин, давайте без этого. Солнце слепит вам глаза. Вы идете по полю, раздвигая стебли. На вашем пути оказывается участок, где проехал комбайн. Что вы вообще проверяете? Уровень вашей эмпатии. От жары у вас сухо во рту. У ног вы замечаете гнездо полевых мышей. Машина вспорола мягкую почву. Вы видите слепых новорожденных мышат, сгрудившихся вокруг разрезанного пополам тела матери. Они лежат симметрично, словно крошечная роза. Что, блин? Ваш рот начинает наполнять слюна. Хватит. Все, хватит. Тест нужно закончить. Я сказал, хватит. Проведем его позже. Какой итог? Посмотрим. Тебе не ответят, чувак. Тебе ничего, никто не скажет. Проверка моторных функций. Встаньте на беговую дорожку. Ты здесь навсегда, по-моему, чем все. Приехали. Моторные функции. Подключитесь к устройству. А что это за исследование? Пожалуйста, идите. Постепенно ускоряйтесь. Черт. До свидания. Встань. Джонни, блин, иди нафиг. Давайте уже закончим игру. Это уже становится неинтересно. Была неплохая концовка. Скажите, блин, там в титрах, что его держали на станции. Ну, то есть, или что-то такое. Нафига мне? Вот это сейчас реально скучно. Ребят, вы чего? Источник шума. Вот я сейчас реально фигней занимаюсь. Зачем это? Ну блин, джеки, ну кого фига. Аааааа, скримеры, все дела. Хватит скатываться в эту фигню, серьезно. Я Джиллиан Джордан. Ну вы же сами обещали там вечную жизнь. Захват власти Сабура Арасакой является явным нарушением международного права. Международный суд, безусловно, обязан вмешаться в это. Хотим ли мы жить в мире, где богатые и могущественные станут бессмертными? Где они смогут отбирать у бедных не только средства к существованию, но даже их... Вы не боги! Вы не боги! Вы не боги! Вы не боги! Жизнь не давать! Жизнь не давать! Но Сабура Арасака на эту волну возмущения дал решительный ответ. Но уступки он не пойдет. Ты честно, что он не пойдет. Добровольного! Пожалуйста, приготовьтесь. Мы скоро начнем. А может, уже есть какие-нибудь результаты? Нет, мы еще не закончили. Сегодня начнем новую серию тестов. Чувак, они никогда не закончат. Все. Ладно, давайте. Чего тянуть? Проверка когнитивных функций. Решите головоломку. Да-да-да-да. Эф. Сделали бы это в виде какого-нибудь ролика, чтобы я не участвовал в этой фигне. Это скучно. Идем дальше. Подключитесь через личный борт. Тест на создание представлений высшего порядка. Пациент готов к обследованию. Ладно, поехали. Настройка устройства. Называйте ассоциацию на каждое ключевое слово. Первое, что придет в голову. Понял. Болезнь. Смерть. Мятеж. Жизнь. Жизнь. Я сама. Одиночество. Сегодня. Не знаю. Не могу ответить. Завтра. Тоже не знаю, откуда я знаю, какой день сегодня, какой завтра. Ну все, хорош. Вы на кукурузном поле. Ой, блин. Вокруг зелень до самого горизонта. Солнце слепит вам глаза. Вы идете по полю, раздвигая стебли. На вашем пути оказывается участие... Где проехал комбайн. От жары у вас сухо во рту. От жары у вас сухо во рту. У ног вы замечаете гнездо полевых мышей. Машина вспорола мягкую почву. Вы видите слепых, новорожденных мышат, сгрудившихся вокруг разрезанного пополам тела матери. Они лежат симметрично, словно крошечная роза. Ваш рот начинает наполнять слюна. Я не буду говорить, хватит. Пусть он уже закончит. Пройдем этот гребаный тест. На землю надвигается тень. Первая в этом году дождевая туча. Данные получены. Можно переходить к проверке моторных функций. Я ничего не ответил. Пожалуйста, встаньте на беговую дорожку. Вот этот последний кусок игры. То есть сама игра довольно лишена смысла. Но вот этот последний кусок игры, он вообще просто отвратительный. Моторные функции. Личный порт. Что, прошлого раза не хватило, да? Начинайте ходьбу. Это бессмысленно. Проверка необходима. Ее надо завершить. Остановить. Хм. Сегодня тесты закончены. Ну, встать. Канал связи разблокирован. Можете позвонить домой. На землю. Кому? На землю, то есть да, мы в космосе. Ну, теоретически в космосе. Возможно, это все вообще нереально. И мы до сих пор находимся где-то на операционном столе. То есть тут же нельзя сказать, что реально, что нет. Возможно, это все виртуальная реальность. И мы нифига не в космосе. Ну, здравствуйте. Давайте тесты. Сейчас, стульчик сам подвинулся. Проверка когнитивных функций. Вы задолбали просто. Решите головоломку. Решили. Ее невозможно решить? Что за шизоидность? В последние несколько недель между корпорациями Арасака и Мелитех наблюдается рост напряженности. Многие обозреватели и аналитики ожидают перехода конфликта в горячую фазу. Напряжение усилилось после того, как новый директор Юринобу Арасака прямо заявила причастности корпорации Мелитех к смерти своего отца Сабуру. Однако, внезапное возвращение покойного босса Сабура Арасаки, кажется, сгладило конфликт между конкурирующими мега-корпорациями. Сабура Арасака и президент НСША Розалин Майерс договорились о личной встрече, чтобы заложить основу для сотрудничества. Первый шаг к примирению сегодня сделал генеральный директор Арасаки, выведя из Найт-Сити почти полтора десятка единиц бронетех. Эй, можно вопрос? Сколько еще осталось этих тестов? Нам нужны очень точные данные. Я так больше не могу. Я не буду отвечать на ваши вопросы. Когнитивные функции. Головоломка. Вот так вот нельзя было сразу сделать, да елки вы палки. Почему я должен был три раза это повторять сам? Я не буду мне чего отвечать, идите в задницу. Без понятий. Блин, отвратительный кусок игры. На каждое ключевое слово. Без понятий. Быстро и не задумываясь, да? Человечность. Угу. Без понятий. Головоломка. Встаньте на дорожку. Я ничего не нажимаю, вообще. Надо отказываться от всего, по-моему. Говорите быстро и не задумываясь. Ви. Все. Когнитивные функции. Теперь мне уже и это начинает надоедать. Это головоломка. Все. Стоп. Хватит. Сука. Ненавижу это место. Выместить злобу? Лечь спать. В смысле выместить злобу? Че я буду? Ой, блин, такой бред. Такой говняный кусок игры. Просто отвратительнейший. Доброе утро. Пора вставать. О, Хельман. О, неожиданно. О, неожиданно. О, неожиданно. Жизнь полна неожиданностей. Ужасное место. Просто отвратительно. Тут испятить недолго. Чего тебе надо? Меня попросили поговорить с тобой. Ладно. Что ты хотел мне сказать? Боюсь, я принес плохие новости. Например? Послушай меня. Операция прошла успешно. Мы сумели извлечь биочип. Но он нанес твоему организму огромный вред на генетическом уровне. Изменил ДНК. Это очень напоминает последствия лучевой болезни. Мы можем просто закончить игру на этом. С таким не живут. Значит, я все-таки умру. У нас еще остались кое-какие варианты. Превратить тебя в инграмму, например, да? Варианты? Какие еще есть варианты? Операция у меня уже была. В корпорации Аросака научились обманывать смерть. Все, что от тебя требуется, это просто нам довериться. Доверился один раз. И к чему это привело? У нас существует пилотная программа. Сохрани свою душу. Ну, то есть сделать изби инграмму. Твоему телу осталось уже недолго. В любом случае, его лучше покинуть. Мы создадим инграмму твоего разума. И сохраним ее в Микоше. Как сохранить? Я не могу получить новое тело? К сожалению, мы пока не решили проблему совместимости. Как же у вас тогда получилось воскресить Сабура Аросаку? У тебя нет детей. И ультрасовременной клиники, которая занимается только тобой. То есть, иными словами, вы предлагаете мне сесть в тюрьму души Аросаки и надеяться на лучшее? Скажи сразу, где подвох? Все наши условия и гарантии подробно описаны в договоре. Если хочешь жить, просто подпиши его. Я не хочу, чтобы он жил. Вот важный момент. Оцифрованная личность по закону не имеет прав. Поэтому договор оформлен как отказ от собственности. Временный, разумеется. Нет. Я не хочу быть собственностью Аросаки. В этой программе участвуют известные, влиятельные люди. Ни один пока еще не жаловался. А если я откажусь? Ну ты сдохнешь. Хозяин Варин, твои вещи уже собраны. Шаттл отвезет тебя на землю. Ты умрешь еще до начала земли. Отлично. Это нелегкое решение, я знаю. Не надо спешить. Подумай. Я вернусь на землю. Все, до свидания. Все, я решил. Я возвращаюсь на землю. Домой. Но там ты умрешь. Да, 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 чувак. Прощай, Андерс. Предложение было так себе, но... Ты сделал доброе дело. Ты сейчас вообще о чем? До сих пор... Смерть была для меня... Неизбежностью. А ты позволил мне принять ее на моих условиях. Да, зачем мне сумка-то, блин? Такая нуднейшая, затянетаяся концовка в реализм. Вот это все говно нафиг надо. Чего у тебя со ртом-то? Ты сам в шоке от того говно, в котором тебя заставили сниматься, да? Оп! Захлопнул варежку. Давай, чувак, катись отсюда. Не, коси. Не, коси. Так более аутентично, наверное. Титры, пожалуйста. В студию. Чего-то было, типа, что он... Что это был за звук? Звук выполненного задания, звук того, что чувак сдох. Нормально, да? Концовка такой трешачина, блин. Со всеми этими тестами, со всем этим говном. Привет, Ви. Как там земля в иллюминаторе? Я слышал красивые, но может, про это нам тоже врут, как про все остальное? Я что хотел сказать? Твои импланты сделаны в расчете на земное притяжение. Орбите могут барахлить. Это к тому, что не надо сбрасывать предупреждения об ошибках, ладно? И когда ты вернешься, ну, то есть, если вернешься, я тебе проведу полный осмотр. Может, даже скидку сделаю. Береги себя, Ви. О, хорошо. Возможно, за счет того, что я не нажил себе много друзей, у меня сейчас не будет много болтовни. Блин, мама Уэллс, зараза. Мне все говорят, ты теперь без гордо, но большая шишка. С чего бы это вдруг? И как это мешает тебе звонить раз в неделю? Хоть раз в месяц. Да иди отсюда. Мальчик мой, не забывай, с чего ты начинал и с кем? Угу. Отключись. Мои двери всегда для тебя открыты. Еда всегда на столе. Микаса эссукаса. Мой дом, твой дом. А Ностое Ольвиде. А Ностое Ольвиде, это я не знаю. Давай-давай, до свидания. Привет, Ви. Просто хотела узнать, как у тебя дела. Как вообще жизнь. Сто лет с тобой не виделась. Угу. Ты еще в Найт-Сити? Честно говоря, меня так все достало. Хочу просто все бросить и уехать. Так уедет. Но что-то вот пока не уехало. Тут как в болоте. Попытаешься вырваться, еще сильнее затягивает. В какой-то момент понимаешь, что остаешься тут навсегда. Как Эвелин. Да, да, да. Короче. Береги там себя. Не подставляйся лишний раз. И звони иногда. Пока. Сейчас Пэм позвонит. Аааа, собака. Нет, не помню. Слушай, у тебя не найдется для меня случайно какой-нибудь халтуры? Ха-ха-ха, тупая. Овца, елки-палки. Если у тебя что-то есть, или ты можешь меня порекомендовать, перезвони, ладно? Давай валять сюда. Вообще, один из самых бесячих персонажей в игре. Ну вот, как-то так. Как вообще можно было сделать такое чменище, как она? Здравствуй, Ви. Соу! Ты помнишь? Из Альдекальта. Я тебя видел один раз в жизни. Это что-то серьезное, и ты в этом участвуешь. Не знаю, чем там кончилось дело, но если тебе надо решить какие-то проблемы, или где-то спрятаться, приезжай. Мы поможем. Я тебя видел один раз в жизни. Фига ли ты мне звонишь. Из поставок не наших, мы этого никогда не забываем. А, ну разве что так. Этот долг мы готовы вернуть в любой момент. Будем на связи, Ви. На секундочку, оказался прямо рядом со мной, а не по телефону. Привет, Митч. Это я, Митч. Помнишь меня? Ты спас меня от Гантау. Ну, даже если не помнишь, ничего страшного. Я-то помню. Короче, если тебе будет нужна помощь, или что-то еще, не стесняйся, окей? Просто позвони мне, и я прикачу в Найтсети быстрее, чем ты повесишь трубку. Могу его брать кого-нибудь, и пиццу тебе привезти. В общем, что хочешь. Я серьезно. Звони в любое время. Пока. Хватит уже, я... Все? А-а-а, бестия! Ты меня удивил. Когда ты сказал, что собираешься поехать за Хельманом, я подумал, что ты вернешься в черном мешке. Но у тебя все получилось. Я редко ошибаюсь насчет людей и их возможностей. Теперь мне даже интересно, на что еще тебя хватит. Если вдруг понадобится работа, ты знаешь, что... Ну, типа, мы сейчас вернемся на землю, и у нас будет оставшаяся открытая карта. Мы помрем до зимы. Ну, типа, наш персонаж сдохнет до зимы. Но до зимы можно выполнять работы, помогать людям. Все дела. Ну да, очень крутая мотивация. Как ты планируешь провести это время? Возможно, ты примешь решение все бросить, отдохнуть и подумать о смысле жизни. А может, наоборот, продолжить делать то, что умеешь. Так вот, к чему я веду. Если ты выберешь второй путь, я и мой отец будем рады предложить тебе работу. Мы хорошо платим. Эти шесть месяцев пройдут быстрее, чем ты предполагаешь. Подумай, стоит ли тратить их напрасно. Привет, Вин. На орбиту звонить дорого, поэтому я быстро скажу, что на дело. Мне стало интересно, как у тебя дела, поэтому я разложила карты и... Ох... Шут, Луна и Верховная Жрица. Это очень плохие карты, да-да-да? Это очень плохие карты. Будь осторожен со своими новыми друзьями. Я серьезно. Че еще будет? Давайте все, пожалуйста, хватит. Есть все? Все. Хорошо. Ладно, ребятушки, немного тогда выводов по этой игре. Очень легко и просто можно было бы сказать... Сцены после титров будет, не будет? Ну-ка, F. Блин, долго это все. Можно эскейп. Спасибо, что сыграли. Вернуться в меню. Все. В общем, ребятушки, такие дела. Вот так у нас закончился Киберпанк. И просто сказать о том, что какая-то игра плохая и хорошая, я не буду... Не потому что она... Не потому что тут тяжело сделать выводы. Выводы сделать как раз очень легко. Я хочу их немножечко обосновать, с вашего позволения. Меня немного возмутила обстановка вокруг этой игры и как было все воспринято. То есть, смотрите, что происходит. Беседка, которая Bethesda, выпускают четвертый Fallout. И все очень сильно начинают кричать о том, что... Также мотивация персонажа. У человека украли ребенка, а он вместо того, чтобы искать ребенка, идет и строит базу, решает проблемы других людей, принимает заказы и всякое такое. Так вот, смотрите, ребят. В четвертом Fallout, если не строить базу и... Престона, этого чувака вроде звали, если не выполнять задание Престона, все остальное в дальнейшем направлено на поиски ребенка. То есть, мы пытаемся выйти на след, выполняем задание для того, чтобы нам помогли его найти. Там как раз с мотивацией все нормально, но люди очень неадекватно в свое время это оценили. Что в мотивации с Киберпанком? Во-первых, я не буду говорить, насколько Ви и Джеки дебилоиды, что согласились на кражу этого чипа. Понятно, что они два отбитых ублюдка, их просто использовали. Я сразу говорил, что типа Декстер их подставит, Декстер Лошара. Ну ладно. Черт с вами, вы дебилы, вы согласились на такую фигню, пожалуйста. Возьмем ту ситуацию. Сейчас, погодите, на муточку. Где у нас там? Вот это, 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 звук. Общее. Сделаем немножечко потише все это дело, потому что музло начинает нагнетать. Возьмем ту ситуацию, когда чип уже застрял в голове, и ему нужно его вытащить. Ему говорят, у тебя осталось пару недель. Виктор ему прямым текстом говорит, чувак, у тебя осталось пару недель. Делай что-нибудь быстро. И у нас есть основные задания, которые ведут нас к решению нашей основной проблемы. Скажите мне, пожалуйста, какой здравый человек, имея две недели в запасе на решение чрезвычайно сложной проблемы, которую раньше никто не решал, кто будет распыляться? Кто будет выполнять какие-то левые заказы, похищения, убийства, соревнования в гонках, в тире, в чем еще угодно. У тебя две недели ты сдохнешь вот-вот, у тебя происходят постоянные сбои биочипа. Все усилия должны быть направлены исключительно на то, чтобы быстро спасти свою задницу. Вот это вот называется мотивация. То есть я не понимаю, зачем здесь существует открытый мир и все побочные задания, если нас игра изначально по сюжету ставит в очень строгие рамки и говорит, у тебя две недели быстро что-то делай, а потом, а не, ну ты сначала можешь тут пару годиков пожить и выполнить все, что есть на открытой карте, а только потом сделать эти задания. То есть это огромнейшая, огромнейшая, огромнейшая дыра такая в сюжете, которая уже на данный момент перебивает абсолютно все. У человека нету абсолютнейшей никакой мотивации у главного персонажа выполнять хоть какие-либо второстепенные задачи, просто потому что у него тупо нету времени. Я понимаю, что нету таймера в игре, но чисто с моральной точки зрения. Игра тебе говорит, у тебя две недели, иди быстро что-то делай. А потом играть, и такая говорит, а не, ну это я так, образно выражаясь, две недельки. Да две недельки-то ж может растянуться, там обещанного три года ждут. Так вот, это все можно было подвязать гораздо лучше. Допустим, для операции нужно 3 миллиона евро баксов. Иди собирай быстро, делай все задания, лишь бы накопить деньги. Это мотивировало бы человека, например, как в том же Vice City. Почему мы хватаемся абсолютно за все работы, побочные, непобочные, потому что нам нужно вернуть деньги? Этому, Сони. Там это оправдано, здесь. Это абсолютнейший дебилизм, то, что происходит. Насчет самого сюжета, что здесь творится. У нас было 3 сюжетных линии. Первая была про куклу. Она закончилась смертью куклы. И она перестала быть главной сюжетной. То есть, задания явно распределялись на сюжетные, второстепенные и всякое такое. Сюжетные должны были нас перевести к какому-то определенному выходу из нашей ситуации. Мы нашли куклу. И на этом сюжетка главная заканчивается. И потом переходит в разряд второстепенный, когда мы приезжаем к этой виртуальщице. Она говорит, что кукла сдохла. Да, она нам звонила после этого еще раз. Я уже просто не поехал, потому что... Ну, это стало бессмысленно. Вторая сюжетка про этих Тумба-Юмба, про гаитян, или как они там. Вот, когда мы приходим, находим Альт Каннингем. Она говорит, как только вы проникнете в Микоши, я вам помогу. Да, сюжетка на этом заканчивается. Про Альт Каннингем мы больше до конца игры в принципе не слышим. Хотя мы попали уже и в Микоши, мы попали и в Арасаку. Все, тупо эта сюжетная арка где-то там обламывается, обрывается. Ее просто больше не существует. То есть, насчет помощи кукле, это было зря потраченное время. Насчет нахождения Альт Каннингем, это было зря потраченное время. По сути, из главных заданий к выходу у нас ведет только то, которое идет через Такимуру. Вот, опять же, была вот эта вот Чувиха из Мелитеха, про которую я вспоминал. Она тоже где-то появилась, где-то также исчезла. И все. Насчет второстепенных заданий. Второстепенные задания здесь абсолютно ужасные с точки зрения, они практически не имеют продолжения. А те, которые есть, они очень простенькие, очень предсказуемые, как вот это задание с детективом. Как только я увидел его напарника в кафешке, у меня сразу мысль, что... Ну, напарник детектива произнес такую штуку, что типа, начальник тебе посоветовал, несуйся в это. И я тебе советую, несуйся в это. Ну, значит, понятно, что и он, и начальник в этом замешаны, прям с этого же момента. Я не помню, что я тогда сказал на записи, я, по-моему, что-то такое сказал, что они замешаны. Но я это знал с самого начала. Вся наша эта побочка приводит нас к тому, что это все... В этом всем замешано полицейское начальство, и исполнителем являлся напарник детектива. То есть, это было очень прозрачно и привело нас к тому же. Основная сюжетная линия. Абсолютнейши никакущая. Как только я увидел Смешера, заходящего в лифт, я вам сказал, что это будет последний босс. Игра могла меня удивить тем, что Смешер был бы боссом за линейку квестов Джонни. Но нет, нет, это был последний босс. И это был один из самых отвратительных последних боссов, который, в принципе, видел в жизни. Эта тварина просто тупо убегала от меня на протяжении всей арены. Ну, то есть, он мне, в принципе, ничего не мог сделать. Это средний уровень сложности. И, ну, боссы здесь все абсолютно ниша отвратительные. Потому что они или не убиваются из огнестрельного оружия, или убиваются, но очень легко, ну, рукопашным оружием, там, катанами. Я думаю, что если бы я подобрал бы какие-то молотки, дубинки, я тоже так же работала бы. Мне просто катана больше нравится. То, что дед себя воскресит, когда я это стал говорить. Где-то пол игры прошло, может, чуть меньше, чуть больше, плюс-минус, не буду сейчас говорить об этом. Этот сюжетный поворот стал очевиден, что есть чипы, которые воскрешают. Есть Ароса, есть Сабура, который специально этот проект разрабатывал под себя. И все равно мне непонятно, как он позволил себя убить. Ну, то есть он мог бы спокойно переселиться в этой, ну, как бы, я не знаю. Вот этот момент в начале, он нужен просто для того, чтобы был момент в начале, какой-то вау-эффект, когда Яриноба убивает Сабуру. На самом деле, я очень сильно сомневаюсь, что Сабуру дал бы себя убить, зная, что у него сын вот такой вот посредственная чмишка. Ну, хорошо, допустим, это его какие-то мнения. Возможно, ему нужно было собственную совесть очистить для того, чтобы просто потом переселиться в тело Яринобу. Но то, что Яриноба в конце воскреснет, это я вам говорил изначально. Ну, не изначально, середина игры, опять же, это было очевидно, поскольку есть чипы, которые воскрешают, и эти чипы были разработаны специально под него. Единственное, что я в конце ожидал увидеть, что он будет уже в чьем-то теле, но они выбрали такую штуку, что он просто отожмет тело у Яринобу. Ну, как бы, да, такое неплохое наказание для финального босса, так скажем, для Яриноба этого. Ну, не то, что финальный босс, а такое. В общем-то, с сюжетной точки зрения, какого-то вау-эффекта не произошло. Сюжет был не какой-то там вау хороший, интересный. Я бы не сказал бы, там ребята в сети пишут о том, что, ну, игра, да, багованная, но сюжет же есть, сюжет, сюжет был абсолютно предсказуем, абсолютно прозрачный. В нем куча дыр, несостыковок, огромнейшая вот эта дыра с тем, что у тебя есть две недели, но иди делай что хочешь, это я уже говорил об этом. Я не могу сказать, что сюжет в этой игре что-то поразительное и ради него стоит играть. Нет. Он абсолютно шабанальный. Будем говорить некими модулями. Вот этот был модуль про сюжет и про то, что здесь происходит. Второе, про геймплей. Геймплей... Ой, я даже не знаю, какие слова подобрать. Автомобили здесь отсутствуют напрочь. То есть, просто у автомобиля слишком резкий поворот и очень легкие тормоза. То есть, не то что легкие, тягучие. На машине ездить невозможно, потому что войти в поворот невозможно, не врезаться во что-то невозможно, машины управляются просто отвратительно. Мне по ходу игры было симпатичное задание про Деламейна. Я бы, наверное, его и прошел бы, если бы это не подразумевало столько вождения, потому что это гоняться за машинами, это вождение. Вождение в этой игре просто страшное, поэтому просто нет. Стрельба. Стрельбы в этой игре тоже нету, потому что любое огнестрельное оружие просто отвратительное. Оно не ощущается, оно не дамажит, оно ничего не делает. Прокачки в этой игре тоже абсолютнейшей никакой нету. То есть, все, что вам нужно сделать, это прокачать себе холодное оружие или ударное оружие. Все. Ты качаешь силу, чтобы открывать двери, и качаешь ударное или клинковое оружие на выбор, что тебе больше нравится. Вот эти все скрипты, взломы, прокачка огнестрела, это все такой бред. Оно здесь все просто не нужно, от слова совсем. То есть, сколько бы ты ни качал стрелковое оружие, оно все равно будет каким-то отсталым. Вот, а ударное или холодное оружие даже практически качать не надо, оно становится имбой просто очень даже сразу. Вон, вы можете смотреть, сколько серий я ходил с кухонным ножом. Я этим кухонным ножом убивал роботов, спецназовцев, киборгов, пулеметы на стены. Все, что только можно. Вот, как только у меня появилась катана, я поменял нож на катану, и все, игра пройдена. Вы посмотрите, как проходятся боссы. То есть, по сути, я страдал только с первым боссом, с, как вот, добманом, дробманом, вот этим сутенером. Потому что тогда у меня еще не было ударного оружия, как такого. Я начал в него стрелять, и стрелять в босса это забудьте просто. Вот, после этого все боссы валились холодным оружием, и они просто мне ничего не могли предоставить. Средний уровень сложности, если что. В общем, геймплея здесь нету. Геймплея здесь нету, в принципе. Геймплея, никакого. Вообще. То есть, это сделали бы, на самом деле, сделали бы из этого игроки ножку какую-нибудь, это было бы полезней. Насчет открытого мира, открытого мира здесь тоже нету, абсолютно. Я вам как-то говорил несколько серий назад, что здесь открытый мир, он сделан по типу просто огромных декораций. То есть, все люди вокруг, все эти NPC, они абсолютно не жизнеспособны, не дееспособны, они ничем не занимаются, они говорят не в попад, они ничего не делают, они просто присутствуют для того, чтобы создать некую декорацию того, что вокруг тебя что-то происходит. Значит, никакого открытого мира здесь нету, это все нужно просто для того, чтобы передвигаться от квеста к квесту. Неудобно передвигаться на неудобных машинах. Так что, да, с сценарной точки зрения поговорили, с геймплеем точки зрения поговорили, и теперь то, что все говорят про баги. Ну, блин, вы видели, игра просто забита багами, забита под завязку, и в какой-то момент из-за багов она становится веселой. То есть, сама по себе игра вообще не очень интересная и вообще не веселая, но из-за багов, вот помните эти заезды Дикого Деламейна, когда мы с вами разговаривали в конце серии, из-за багов становится иногда прикольно. Мне прикольно становится, когда баги мешают прохождению. Это когда у меня завис этот брейнданс, когда я расследовал покушение на мэра, мне пришлось полностью переигрывать сцену, черт побери, тупо из-за бага. Вот, было еще у меня, не так много, должен согласиться, не так много было багов, которые были критичны, из-за которых, ну, вот помните, Такимура завис, после того, как мы вышли от Вакаки, Такимура завис, и мне пришлось перезаходить в игру. После перестрелки у Гаитян у меня был баг с жизнями, они, ну, как бы они зависли на нуле и не реставрировались никак, не восстанавливались. Ну, за всю игру было таких три или четыре бага огромных, которые заставляли меня перепроходить что-то неприятно, конечно, неприятно. Обычных багов, недогрузок, не всего этого, там просто миллион этого считать, просто даже не запаришься. Вот, игра недоработана просто отвратительнейшим образом. Выпустили просто кусок сырого мяса, кинули в потребителя. На, те, жрите, твари. Вот, и опять же, хочу заметить, как отреагировало сообщество. Сообщество говорит, ну да, но это же разработчики, ну, это же их же торопили, они просто не успели сделать, а так было бы все хорошо. Вот, и дайте им время, они все допилят, игра будет играбельной, все дела. Хорошо, давайте к той же Bethesda. Bethesda выпускает 76-й Fallout, который абсолютно неиграбелен на старте из-за багов и глюков. И все моментально накидываются на Bethesda, типа, смотрите, какое говно они выпустили, хе-хе-хе, посмотрите, кто в это вообще будет играть, они похоронили серию Fallout. Между прочим, между прочим, сейчас, сейчас, спустя довольно многое время, Fallout 76-й становится более-менее ничего. Я в него пока еще не покупал, еще не играю, но я смотрю, наблюдаю за этой игрой, сейчас она становится ничего. Но, это онлайн-игра, и там, в принципе, это другая-другая вселенная. Здесь вот эти огромное количество багов и глюков, и здесь совершенно другая реакция. Здесь, мол, ну, их же торопили, им не дали все доделать, игра просто дайте им время, не надо бойкотировать игру, купите ее, поддержите разработчиков, разработчики не виноваты. Нет, ребят, разработчики, да, виноваты, по одной простой причине, мы сейчас с вами смотрели титры, и в титрах были имена людей, которые это сделали. Позвольте вам провести небольшое сравнение, есть такая американская фирма, которая занимается мультитулами, называется Lederman. И владелец этой фирмы, он ее сам основал, сколько там, 25-28 лет назад, может, нет, не 25-30 лет назад, ну, что-то такое, в общем, я сейчас точные даты вам не знаю, фирма довольно старая. Он говорит, что он в ответе за каждый инструмент, который они выпускают. Они дают пожизненную гарантию на свои инструменты по одной простой причине. Хозяин этой всей шарашки говорит, я ставлю свое имя на этот инструмент, на каждом инструменте написано мое имя, значит, я в ответе за качество этих инструментов. Если что, на данный момент это лучшие мультиинструменты в мире, я вполне согласен с этим. Так вот, если ты где-то подписываешься своим именем под каким-то продуктом, ты за него в ответе. Если тебе не нравится то, что ты делаешь, уйди оттуда. Нельзя сказать, что разработчики там остались, потому что, ну, им же нужно детей кормить и все дела. Если ты хороший программист, если ты хороший дизайнер, тебя подберут в любой компании. Есть куча игровых компаний, есть куча мест, где можно себя применить. Ты остался здесь, ты продолжил делать этот проект, ты за него в ответе. Поэтому не надо говорить, что разработчики не виноваты. Разработчики в ответе за то, что они сделали. То, что их подгоняли, это, конечно, повлияло на качество игры, но это ни в коем случае не снимает вины с этих самых разработчиков. Они подписались под этим проектом, они оставили здесь свои имена, поэтому они все в этом вместе. Не надо, ребят, не надо, пожалуйста, лицемерить. Не надо говорить про одни игры, что они вышли багованными, потому что компания дерьмо, а другая игра вышла багованной, ну, потому что, ну, так получилось, ну, их подгоняли. Не надо, ребятушки. Везде примерно происходит одно и то же. В общем-то, на основе вот всего того, что я сейчас сказал, что полностью отсутствует какой-то интересный сюжет. Полностью отсутствует, не то, что интересный геймплей, в принципе, геймплей отсутствует. Вот это одна огромнейшая дыра вместо геймплея. Про баги я вообще молчу, это все было отвратительно. Ну и, по сути, я не могу эту игру рекомендовать абсолютнейшей никому. Ни сейчас, ни потом, когда вроде как ее пофиксят, вроде как к ней выпустят. К ней уже выпускали патчи, мне приходило пару патчей на нее. Но рекомендовать эту игру я не могу никому и никогда, к сожалению. Это, то есть, вы хотите какую-нибудь фиговину побегать в открытом мире? Блин, черт, я не думал никогда, что я скажу такую фразу, но, блин, возьмите себе третью мафию. И побегайте там в открытом мире. Там тоже тачки дерьмо. Там, по крайней мере, из оружия кого-то можно убить. Хотя третья мафия, на мой взгляд, отвратительная игра. Но вот как-то так. Эта же игра, Киберпанк, она пополнит копилку на моем канале таких игр, от которых я еще буду долго плеваться. Тот же Tomb Raider, если вы помните, у нас было прохождение. Просто отвратительнейшая дичь. Да и... Metro Exodus тоже довольно неприятная игра. Тоже, как бы, она идет все туда же. Это я сейчас вспоминаю просто по худшему и пытаюсь ее туда же запихнуть. Есть еще один, кстати, такой маленький вариант. Не то чтобы вариант, а еще одну маленькую вещь, которую я хотел бы сказать. Заметьте, как эта игра постоянно пытается в вас засунуть какую-то фигню. Выпить, покурить, выпить, выпить, выпить. Вот эта фишка с выпить есть в очень многих сценах. И посмотрите, сколько в этой игре мата. Он нужен здесь не для того, чтобы показать, что... Смотрите, у нас игра 18+. Это вот есть взрослые люди, которые могут иногда употребить какое-то жесткое слово или иногда выпить по стаканчику. Я все это, конечно, не одобряю, но это происходит. Это мир вокруг нас. Каждый решает сам за себя. И есть люди, которые могут иногда курить, могут иногда пить. Но они это делают потому, что, ну, они взрослые. Не для того, чтобы казаться, а просто для себя. Эта игра пытается казаться 18+. В ней столько мата, столько выпивок, столько сигарет, столько всего. Смотрите, смотрите. Это все 18+. Возможно, все это в глаза тычут, тычут. Я уверен, что если бы я играл бы с выключенной цензурой, тут бы и всего, что надо, тоже показывали бы очень много. Это нужно не для того, чтобы показать реальный мир, а для того, чтобы казаться 18+. На самом деле, половину из всего мата, который здесь был бы в игре, можно было бы спокойно вырезать. Вот эти все постоянные выпивания. Ни один нормальный человек не будет выпивать перед важной работой. Тут постоянно перед заданиями. Давай выпьем, давай накатим. Вот эта вся пропаганда алкоголя, вот это все говнище. Очень сильно напрягает. Кстати, насчет персонажей. Вы заметили, что здесь практически не было нормальных персонажей? То есть был Виктор, который был адекватный, и был Такимура, с которым был довольно-таки неплохой диалог на крыше, с которым можно было бы поговорить. Все. Девчачьи персонажи максимально отвратительно сделаны, что бестия, что пэм, 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 вот это пэм, пэм, пэм. Вот, пэм вообще отбитишая на всю голову. Я не понимаю, каким образом ее писали, как я должен ей помогать, зачем я должен с ней играть. Она вызывает единственное чувство отвращения резкое. А, я надеюсь, что больше никогда вот этого всего не будет. В общем, все, ребятушки. На этом у нас это прохождение заканчивается, обзор этой игры заканчивается. Обзор вот этот в конце, он настолько длительный, потому что вокруг этой игры столько шумихи, мне хотелось бы немножко просто разобраться, что и как и почему, и чтобы вы поняли, почему я сложил свое мнение об этой игре именно таким образом. Надеюсь, не слишком все это затянул. Будем заканчивать. Игра отправляется в небытие, забывается навечно, и все, про нее больше ничего не будет. Спасибо, что были с нами. Увидимся в других проектах, в других мирах. Будем надеяться, что нам будут попадаться хорошие игры. На этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек, всем покеда. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!